Добрый раз всех приветствовать. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в общепозиционной акции 12-го числа, потому что когда мы действуем сообщение, мы становимся особо заметны. И, нисходя из темы, сегодня заявленной, о подведении итогов, я думаю, что лучше всего итоги подводим даже не мы внутри себя, и даже не наши, это какие-то оппоненты, а журналисты и главный редактор «Мусомольская правда» Сунгортин в эфире телеканала «Дождь», всем рекомендую найти, даже это и посмотреть, он рассказал о своих впечатлениях после 12 июня, и я хочу, чтобы вы тоже приобщились к этому, что он сказал. Он сказал, что все должны и телеканал «Дождь», и Касьянов, и прочее повесить, скорее, у себя в пределите портрет Путина, потому что в случае, если в России начнутся изменения, власть может оказаться, и не просто может, а окажется в руках тех, кому больше всего аплодировало собрание 12-го числа, аплодировано Ивану Миронову, то есть националисту. И хотел бы подчеркнуть, что я, кто стоял на сцене, и кто был рядом с сценой, конечно, это было очень сильно заметно. Мы не можем отдавать свой народ и не можем отдавать протест левым либералам. Если мы устраняемся, протест не устраняется, и его волей или неволей все равно будут вести те, кто окажется вовремя в нужном месяце. Потом бояться и стесняться чего-то не нужно, нужно брать все в свои руки. Постепенно. Есть определенные страхи у общества в отношении националистов. Это вообще свойственно не только политическому миру, но и вообще сознанию россиян. Вы знаете, что социология установила, что в России есть такая ошибка среди социологов. Я вообще ненавижу мигров и скинхедов, правда, это фашистские недопустимые. Это типичная психология россиянина. То есть он сам по себе националист, может быть, даже ксенофоб, самый крайний. Но он побаивается националистов, потому что у нас сформировался достаточно ужасный образ. То, что националисты – это не конструктивные ребята, а те, кто хотят кого-то убить, прибить и прочее. Соответственно, один из ключевых вопросов, который мне задавался до этого и после этого – а кто решил, что уступает в войну и вону? Я хочу вот того это сказать. Решил я и то. Мы взяли на себя наглость и решили это. Наша задача – показывать новых людей, что они у нас есть, и что в отличие от другой оппозиции, мы вменяемые, сами можно иметь дело. Я считаю, что этот выбор был сделан правильно. Конечно, я был очень удивлен о реакции, которая последовала участия националистов на выступление Ивана. Понятное дело, что все, вот чисто националисты, залезть на сцену, ну никак не могут, просто не поместятся, и времени не хватит, и так далее. Что этот процесс постепенный, что это не происходит сразу. Что для того, чтобы с нами считались, мы должны реально показывать свою силу, а не свою странность. Сила в чем может заключаться? В наличии действительно стройных колонок, большого количества людей. В этом сила на улице. Сила может исключаться в наличии финансовых ресурсов. Вот если бы у нас было больше финансовых ресурсов, мы могли субсидировать какие-то общие оппозиционные мероприятия, это было бы нормально, с нами бы тоже считались. Это не предусудительно, это нормально. И, конечно, если бы у нас были какие-то средства массовой информации, более развитые, чем те, которые есть сейчас. Но они все равно у нас есть. И мы в состоянии, мы не просто в состоянии конкурировать с другими оппозиционерами, мы в состоянии быть впереди и, в общем-то, какую-то повестку свою проводить. Вы знаете, что было принято манифест свободной России? В чем его смысл и что планируется делать на его основе? Смысл в том, что под этим манифестом подписались те, кто согласен с простым тезисом. Да, выборы там были незаконные, да, Дума нелегитимная, но этого недостаточно уже. Важно, чтобы ушел главный символ системы, Путин. И далее манифест говорит о том, что мы бы хотели, чтобы это произошло мирно. И, соответственно, сейчас разрабатывается предложение по, давайте откровенно говорить, по формированию некоего альтернативного парламента. То есть открыто, свободно, честно, те люди, которые хотят принимать участие, такие выборщики, формируют общий оппозиционный орган, в котором будут представлены все силы общества, которые есть. Соответственно, мы можем показать себя в этом плане с качественной стороны, то есть будет понятно, какой сегмент действительно поддерживает националистов. Для чего это нужно? Для того, что не сегодня, не завтра цена на нефть упадет до 50 долларов, как известно. Это означает, что у режима кончатся ресурсы для поддержки бюджетников, это означает, что уличные протесты недовольствия граждан будут только усиливаться, и людям нужно показать альтернативу, которая есть и которая имеет хотя бы частичную легитимность. То есть вот те люди, которые, в принципе, избрали всей страной, те, кто участвует в политике. Я считаю, что это хороший опыт перед тем, как участвовать уже в большой политике, на выборах в реальность «Свободная Россия». И будет действительно ясно, на что националисты могут рассчитывать. Почему я об этом говорю? Ну, очень часто у нас бывает шапки на закидании. Наверное, вы с этим знакомы. Ну, я все-таки стараюсь исходить из реальности. Есть цели, цель вся России, но есть и реальность. Пока еще мы недостаточно сильны. И я думаю, что участие в таких общеаппозиционных мероприятиях, оно будет показывать, что мы себя реально представляем, на что мы можем рассчитывать и на что мы можем претендовать. Ну, хотел бы пожелать всем активизации. Не надо стесняться, не надо бояться. Смелее брать инициативу в свои руки. Потому что здесь никто никому ничего не предлагает, или не давит, или не делит. Здесь, кто первый стал, того и так. И вот такая схема действует. Я надеюсь, что русские в этот исторический период не должны проспать. Это вот ключевое, что я хотел сказать вам. Мы не должны проспать. Изменения в любом случае будут происходить. И поэтому нужно просто вовремя будет оказаться в нужном месте. Быть готовыми к тому, когда зашатается табуретка, сыграть ключевую роль. Спасибо.